Всю правду о пользе и вреде энергетических напитков узнали учащиеся Славянского электротехнологического техникума. Батарейки в жестяных банках. Такое мероприятие провели для них специалисты Центральной городской библиотеки в четверг, 26 февраля, в рамках районной акции «Энерголик. Стоп». Тему продолжат мои коллеги. Серьезные нагрузки, физические и умственные, время от времени испытывает каждый из нас. К сожалению, стакан сока или чашка кофе не всегда помогают вернуть хорошее настроение. Именно поэтому все большую популярность, особенно среди молодежи, набирают так называемые энергетические напитки. Когда человек, особенно молодой человек, знает об исходе и принятии каких-то средств, особенно таких, какие на первый взгляд безобидны, как энергетических напитков, которые у нас продаются, то, конечно, каждый должен знать и понимать, насколько это важно или вообще это нужно ему или не нужно. Потому что, в первую очередь, должно быть здоровье. И каждый молодой человек, который будет принимать для себя это решение, он должен понимать, нужно ему это или нет. В чем секрет действия этих напитков? И какая реальная угроза скрывается за яркой жестяной упаковкой? Об этом и многом другом ребята могли узнать из тематических видеороликов, а также выставки книг и журналов на тему «Здоровое питание для красоты и здоровья». Учёные и врачи доказали, что на самом деле бодрящие напитки вовсе не дают никакой энергии организму. Благодаря специфической реакции они лишь хитро задействуют внутренние резервы нашего организма, которые, к сожалению, не безграничны. Другими словами, люди берут у себя в долг свою же энергию. Но мало кто и задумывается, что этот долг рано или поздно придётся отдать. И в ходе такой беспощадной эксплуатации в какой-то момент организм даст серьёзный сбой. Александр Петров отрицательно относится к энергетическим напиткам. Он считает, что они не только приносят вред организму, но и не обладают волшебными вкусовыми качествами. Наслышан на акциях, что это приносит огромный вред печени и остальным другим органам. Сейчас очень часто наблюдаемая картина, когда молодой человек и девушка, и они употребляют энергетический напиток. Но они не задумываются о будущем своём и будущем их детей. Прежде чем взять в руки баночку с многообещающим окрыляющим названием, вспомните, что рискуете не приобрести, а наоборот выжить из своего организма все силы. В заключении встречи ребята заполнили анкету, где смогли выразить своё отношение к энергетикам, а также получили на память информационные буклеты. Тина Копачевская, Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».